добрый день я на кето много молочки стала есть после нового года как это прекратить только усилим воли или может есть лайфхаки какие лайфхаки наешьтесь а потом прекратить вот вы перестаньте себе запрещать наешьтесь вот этот новый год это вот видите от него за один вред люди с алкоголем развязали с веществами развязали с травехой развязали а если они могут назад вернуться в строй что с этой молочкой ну с молочкой помогает вот такой лайфхак больше другого жира молочного о не молочного насыщенного значит больше кокосового возьмите масло больше возьмите сало больше возьмите говяжьего жира и вот вместо молочки ешьте их сало там и прочее хотя бы для эксперимента их возьмите уйдете по сути в такой ну в глубокий китоз белка у вас будет немного жиров будет много особенно если это вот ладно сливочное масло оставим топленое оставим кокосовое оставим почему потому что это среднецепочные три глицериды ну плюс еще короткие там есть жирные кислоты они быстро горят они быстро будут давать вам энергию время вот так вот наедитесь а молочка ну факт такой чем больше ешь тем больше ешь особенно если ты под стрессом вы из тех кто предрасположен а если вы предрасположены вы будете так и на сахаре и на сладостях и на там своих кондитерских делах на тортах на мороженом я сам при себя это знаю чем больше этого ешь тем больше этого ешь понимаете да особенно если ты под стрессом под каким-то давлением если человек здоров ему не надо усилий чтобы себе не вредить если человек здоров ему его так не возбуждает этот там сахар все эти сладости его не возбуждают алкоголь вообще для него полная отрава да даже маленьких количествах что я такое пью зачем травиться это нормальная реакция здорового человека и прочие наркотики его не возбуждают и всех здоров нормальной обстановке комфортной среде обитания и не перегружен стрессом и нет астении астения она кстати пропадет из мкб скоро и даже не знаю как его будут лечить тогда диагноз там на самом деле хороший эффективный был в него вписывалось многое и можно было широким арсеналом человеку помочь а сейчас это черти что вот такие вам лайфхаки чем больше будете жиров этих остальных есть тем будет меньше будет их будете хотеть молочки но это вы под стрессом восстанавливайте гомеостаз гуляем на улице бываем обязательно какая-то легкая физическая нагрузка вам в удовольствие восстанавливаем сон убираем лишние источники стресса детокс проводим кортизоловый детокс чтобы не было этого лишнего стресса ну и под конце концов берем себя в руки и заменяем эти молочные жиры ну кроме сливочного масла и кокос и топленого на то что я сказал все остальное только вам вот пока не заболеете вот надо надо чтобы вот шила заколола заднем месте тогда бросаем нашу суставы заболели надо чтобы мигрень обострилась надо чтобы отеки появились вот тогда люди насилия себя начинают браться спасибо за ваше внимание смотрите расширенную версию этой лекции на моем канале ссылка доступна в описании к этому видео а также прямо сейчас у вас перед глазами в финальной заставке к этому ролику приятного и полезного вам изучения моего творчества